Просто у нас танцевальные отношения, хорошие друзья мои. Все, окей. Круто. Друзья, у нас в гостях мега суперкрутой диджей России, номер один в данный момент в Москве, Питере и вообще во всем РФ, диджей Макс Фокс Максим Малнев. Ура! Привет. Как ты, Макс? Добро пожаловать. Как долетел, как сам. В Алматы. У нас все круто, у вас как, ребят? У меня все отлично. Как настроение? Легко ли быть молодым? Хорошо. Все хорошо, как раз фестивальное настроение. Куда смотреть, скажите мне заодно? Вообще без разницы, можно меня смотреть. О, хорошо. А так, вон твоя камера. Да, там фокус. Да, хорошо. Ну что, начнем про тебя? Поговорим про фестиваль, может быть? Давай. Мне написал один подписчик, как Игоревич выражается. Зачем вы делаете фестиваль только для девочек? Так. Зачем? А, это вопрос был? Да, да, да. Они же не могут сами танцевать с собой? Да, это женский фестиваль, но для, чтобы они прокачали свое соло, свой леди стайл. И плюс во всех фестивалях, я уже не раз говорил, они должны искать себе партнера, с чем тяжело. В смысле искать? Чтобы купить couple pass и так далее, чтобы у них там был баланс, вот это все. Они все время еще... А, в смысле, в обычной жизни они должны искать? В обычных фестивалях, так сказать. Вот, и мне хотелось, чтобы они ни от кого не зависели, и просто пришли, и захотели купить pass, и купили себе женский pass. И вот. А можно фио этого человека? Да. Я найду его. Вообще хочется, чтобы девочки прокачались, чтобы девочки росли. Вообще, в целом, в Москве встание очень классно ходит. И, соответственно, ассел в них вкладывается, создает специальный фестиваль для них. И уникальный в Москве в Москве встание, да. Еще лучше. Вот эти вопросы, у вас в России есть подобные фестивали? У нас, я помню, был опыт сделать такой точно, но мне кажется, что его отменили. Это был первый фестиваль в СНГ, если что, там написано, да? Но мне кажется, это прикольный опыт. Да. Да. Все, закрыли тему фестиваля. Начнем главу с Максом. Макс, расскажи о себе. Чем ты занимался до того, как пришел в Кизомбу? Я занимался тем, что сидел в офисе, в бюро переводов и работал с текстами. Как насчет офиса? Вопросы. Получается, переводчик. Не совсем, я верстальщик. А, верстальщик. Кто такой верстальщик? Вот обычно, когда я говорю, что я верстальщик, все представляют меня айтишником, который с версткой связан со мной, что имелит. Вообще, я по образованию инженер-программист. Раз, два, три. Но, верстальщик я был в том плане, что, если есть какие-то тексты, которые надо перевести из какого-то на какой-то язык, приносит тебе, говорят, вот так вот выглядел на русском, вот перевод, сделай так, чтобы оно выглядело так же на английском, допустим. И там своя специфика небольшая, типа, английского меньше текста становится, чтобы никто ничего не поехал. Этой фигней все занимался. Но самое интересное, всякие книги делать. А ты любил свою работу? У меня какое-то нейтральное было к ней отношение, потому что она позволяла мне танцевать и не думать о работе об этой. Я приходил, сидел там, делал, допустим, восемь часов, уходил, я знал, что мне не надо думать головой про эту работу. Я ушел там, танцую или уехал на фестиваль, не могу про нее не думать абсолютно. То есть ты начинал путь с танцора, а не с диджея? Я вообще говорю, что я танцов всегда. Первое, первостепенно я танцор, потом все остальное. Танец как самовыражение путь для меня. Потом же... Ты не сказал, что все же Ассас такая, что ты диджей в первую очередь? Да, 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 есть. Чаще всего на афишах моя рожа как диджейская. Может, потому что именно в плане диджейства ты успел лучше как танцор? Спасибо тебе, конечно. А ты мастер. Так сложилось, да. Я не знаю, так сложилось. Я не думаю, что у тебя на хорошем уровне звание, преподавание. Слушай, преподавание как всегда. Не выкручиваешься, подожди. Тебя это не спасет. Как подвязать, когда ты все обосрал. Но в ноябре, когда мы решали звать тебя как танцора и как диджея, все такие, он что-то танцует. Да, да, да. Я помню, что ваши даже не знали. О, прикольно, еще танцуют. Он танцует и все, и такие. А в этом году мы и знали. Но все равно такой, не, не, лучше пусть диджей. Да, да. Так, кстати, кто не знает, ребята, Макс, наш же и танцор классный. Какими силами ты владеешь? Огонь, вода? Урбан Киз, Аллатар. Воздух и земля. Все мне получается. Я не знаю, я все танцую. Но я для себя основные свои выделяю. Кизомба, Семба, Урбан, Тарашини, Тарашо. Альма-матер твой будет Урбан Киз? Нет, Кизомбический. Кизомбический. Тоже не говори так ужасно. Надо рассказать, почему нет. Давай, давай. Нет никакой традиционной и нетрадиционной. Нет нетрадиционной Кизомбы. Потому что есть Кизомба, Семба, как танцевальное направление, как музыка Зук, не знаю, Кабо Зук, Кабо Лав, Семба, как говорил, да? Сделай мечтому понял. Да. Самое, мне кажется, корректное слово аутентика здесь. На Олимпиаде это аутентика? Кстати, да. Кизомба, Парижская Олимпиада, аутентик номинация. Говорю, что там путаница происходит потом, потому что… Ну, нас попробовали побить? Посмотри на этих парнях. Как можно их побить? Поэтому меня били. Добро пожаловать в Казахстан. Путаница происходит, когда говоришь, Кизомба, а мы Кизомбу танцуем. А потом начинаешь Кизомбу танцевать, имя Кизомбу, и понимаешь, что человек не танцует Кизомбу, человек танцует что-то, чем мы ему научили, скорее всего, это урбан или какой-то фьюжн. И на занятиях, когда я вел групповые, мы всегда старались разграничить. То есть Кизомбу мы называем Кизомбу, сегодня мы танцуем под музыку Кизомбу, где-то Ангола, сегодня мы танцуем под урбан, это направление молодое, там смесь, там жанров, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И музыку такую же старались, чтобы люди начинали понимать, где разница. Вот в Питере, когда недовече, как парни назад, фестиваль проходил, как класс вел разницу между урбаном и Кизомбой в танцевальной стилистиках различия. Такие все, «А, наконец-то, никто об этом не говорит, давайте это в массы двигать». Я такой очень скептически отнесся к этому, сначала думаю, в смысле, типа, вот два зала, Кизомбу, в Кизомби танцуй, урбан, урбан не танцуй, что-то непонятное. Да. Под хип-хоп, по R&B можно танцевать Кизомбу? Я не знаю. Почему? У меня спрашиваешь, да, такой. Что спрашиваешь? Я видел твои видосы R&B Киз? Нет, под хип-хоп, вообще под все танцуют, даже под казахстой танцуют. Ну, это фьюжн будет, наверное, называться? Не знаю, не делится, у нас только в стиле. В смысле, в Кизомбу стилистике, потому что R&B Киз, это фьюжн стиль. Но урбан Киз сам по себе как фьюжн, как смесь Кизомбы с уличными стилями, он позволяет в себя много впихнуть. Танго Киз, Бача Киз, Компа Киз, Iron Киз. У нас есть, допустим, такие традиционные урбан Киз танцуют, как Аля, Д.Е. Это как бы их аббревиатуры, вы прям, да? Допустим, это, например, математика, ты алгебру решаешь дальше, ты не можешь ее по-другому решать, у тебя есть определенные формулы, и ты по формулу решаешь дальше. Урбан Киз есть определенные правила, урбан Киз, если танцуешь, то танцуешь. Да. Мне кажется, его надо передать на НТВ или куда еще. Это программа Максимум и так. Сегодня в нашей программе урбан Киз, миф или реальность? Ты хочешь про Макса спросить? Да. Макс, в итоге, что произошло-то дальше? А, да, слушай, мы отвлеклись немножко. Я был, я танцевал уже, я при... Короче, все думают, что я из Петербурга, я не из Петербурга. Я из Волгоградской области, есть маленький город, там в области Волжской называется, у него 30 тысяч населения. Я закончил институт, сходил в армию, отслуживал, вернулся домой, перебрался в Волгоград, немножко пожил. Волгоград миллионный город, чуть побольше. Понял, что он тоже не сильно перспективен в плане развития танцевального. Уехал в Петербург, меня в Петербурге заканчивали друзья, мои университетские друзья, универ, ритмо. Переехал туда, я в Питере, жил 5 лет суммарно, начал танцевать кизомбу в Питере. То есть, если я сальсу бачат начинал в каком-то 12-м году танцевать, как социальные танцы, до этого я бальник еще был, немножко в школе. в городе у себя сальсу бачат танцевал, приехал в Питер, стало очень модно оставлять формат вечеринок. Я не знаю, вы доставили, а? Со шпагатом как тебе? Прекрасно. Серьезно? Один раз за ночь могу сесть. Просим! Вот сюда! Потом сразу скорую заказывай, меня увезут. А кто был первый в Покезомбе? Кто у тебя был первый? Катя Семенова. Диджей Катрин. Ее уже сейчас наверное никто не знает. Катя, привет! Я тебя помню. То есть, она тебе заложила какие-то основы науки или ты больше сам потом чем-то научишься? Да, сейчас доберемся до этого. Я переехал в Питер, стал модным форматом. Формат вечеринок. Две сальса, две бачата, одна кизомба. И мы такие, что делать? Надо идти учиться. Короче, мы обошли весь город, пришли Кате. Подруга подбила тогда. А сама потом ушла. Я остался, меня прям засосало крупно туда. Какой-то год? Что-то типа 17-го. 2017-й. 17-й это самое начало кизомба, не-не-не, она раньше началась. Нет, мы сейчас протягиваем. да-да-да. Ну, нет, сальса бачата в 12-м году уже была в моей жизни. Я очень любил сальсу, вообще обожаю. Но сейчас уже так она сильно отошла. На второй плане я понимаю, что я очень плохо в сальсо руме танцую, потому что мне постоянно в Саиду хочется партнершу ввести. Куда-то и уже не получаю этого удовольствия такого. Да, Катя научила меня. В принципе, Катя тот человек, который уже тогда ездил по европейским фестивалям как диджей, привозил много информации очень, на Россию оказала огромное влияние, танцевала также все стили. У нас были старшие группы в Торшиннике, Зомби, Семби, Урбану, по всему-всему-всему. Она фестиваль делала у нас в Питере, какое-то время тоже сказала, потом, идите нафиг, я больше не буду этим заниматься. Так посмотрел, как будто ты скоро тоже так скажешь. Это же, что-то было. к тому, что так же сказала, но потом все равно продолжила заниматься. в танцах уже 11 лет, да? Из 12-го? Да, получается, что так. В социальных? Да, да, да. Ну, там какой-то первый был, да, на послужить. А это было как-то связано с тем, что ты до этого занимался бальными? Это было, я не скажу, ну, да, они повлияли, получается. Мне очень не нравилась в то время концепция бальных, потому что либо у тебя есть партнерша, и вы с ней трените, и ты один ничего не представляешь из себя. И что-то с ней случилось, все, концепция, у меня друзья танцевали тогда социалку, я знал, что они, допустим, на опенэверах танцуют, и говорю, прикольно, а как вы, у вас что, своей партнерши нет, что ли, что ли, что ли, чужих берете? Да нет, мы просто как бы как будто знаем правила игры все, и приезжаем в любое место, и там можем друг с другом какиминициировать. О, прикольно, я тоже хочу. Я написал, мне сказали, вот, Вова есть у меня в городе, напиши ему, я написал ему, ну, приходи, я пришел, такая, история без драмы получилась, конечно, найду, нашел, пришел, начал, нашел, пришел, нашел, пришел, да. Ты тренируешь раньше, или диджей начал раньше? Что именно у тебя? Я танцор, помним об этом, всегда, я начал танцевать, танцевать, а преподавать тогда, когда начал? Блин, это, я всегда забываю, короче, у меня есть точная дата начала моего диджейства, прям точная, я могу ее найти, потом еще надо, что-то типа 19-го года, мне кажется. А почему ты решила диджейить? Прямо какого-то такого порыва, чтобы я хочу доказать кому-то, не знаю, мне кажется, не было, тоже Катя на меня повлияла сильно в рамках занятий групповых, она говорит, ну, хотите, я вам покажу, чем я занимаюсь, когда уезжаю, типа на диджеи, принесла оборудование, просто так, вырубает музон, там, чу-чу-чу-пам-пам-пам, тын-тын-тын, о, прикольно. Я сказала, если хочешь, то кто-то может попробовать, я расскажу, первые, там, вводные дам, что делать, скажу, покупать, я говорю, о, хочу, музыку люблю, офигенно, просто. Дальнейший, это был курс, какие-то, или, или, да, я прям курсов сертифицированных, чего-то не заканчивал, много смотрел, мне кажется, когда горишь, очень легко найти информацию сейчас, просто тонны информации в интернете, открываешь YouTube, там, диджейнг на вечерах фестивалях, кизунг, да? Я технического, колду, а человек еще просто, мне легко с ним разобраться. Вот диджейнг на фестивалях, то есть, можно ли вам требовать каких-то определенных навыков, какие-то определенные знания правил, было такое, что ты учился у каких-то европейских диджейнг, привозных артистов я даже занимался индивидуально, когда они привозили, с кем-то, допустим, с пингусом, и занимались, и говорят, покажи, что ты делаешь, зачем смотришь, на что ориентироваться, смотри, что именно просить на индивах, например, он же не будет тебя учить, сводить, скорее всего, он будет учить тебя своим фишкам каким-нибудь, да? какой-то вопрос, да? У меня, например, вот, с афро-битца, вурбан, без вазелина, как ты сам говорил, вот что делать в такие моменты? Да ничего, прыгай. Бить вазелин. Сильно вопрос вырванный из контекста, что ты хочешь сделать, избавить, накатить, а нехорошо стыкуется, в целом, так, ну да, ну он уже сколько прошло, с ноября, он до сих пор напоминает, говорит, Макс сказал, что ты ушел, так, так, да, я тебе говорю, потому что там очень рвано получилось, мне кажется, по скоростям и по настроениям, тут так, понапихано, вот что теперь делать, понапихано, с этим. Мне видится, что есть три направления разговоров основных, техническая часть сведения, креативное сведение, работа с эквализацией, это технику можно получить и в школе где-то, не обязательно диджея пытать, диджея, который привез, он тебе то же самое, скорее всего, скажет, возможно, даже лучше в школе научит, часть, которая отвечает за то, как подстроиться под настроение танцпола, посмотреть, кто танцует, кто сидит, кому что нравится, ну, в Москве мне, допустим, попроще с этим играть, я уже понимаю, кто пришел, что они любят, и направление жанровое, какие жанры хорошо вместе стыкуются, как перепрыгнуть, почему рядом хочется играть кизомбу-сембу, а не сембу-урбан, или переходить исторически, допустим, от кизомбы в гетто-зук, потом в урбан, какой-то лайтовый, потом во фьюжн, чтобы выстраивалось как-то, в целом, вопрос твой из контекста вырванный, мне кажется, не имеет смысла. Я, допустим, вынул два пункта, которые не обстрелированы, но, поправь меня, если я ошибся. Давай. Допустим, переходы, умение делать переходы, это домашняя работа, ты сидишь, слушаешь битые, это технический навык. А второй момент, когда ты на фесте играешь, другими диджейами, это уже сказал Буревич, он говорит, как нужно делать, ты приходишь, ты полчаса стоишь рядом с этим диджейом, который сейчас играет, и тебе нужно будет его заменить. Ты слушаешь музыку, которую он играет, и уже в голове подстраиваешь диджей, который не может быть, даже не рядом стоять, в принципе, танцевать можешь. Я стараюсь, если есть возможность, у человека к началу прийти, если я не первый играю, послушать все, что отыграло до меня, чтобы понять, допустим, как бы человек пришел, допустим, вечеринка идет в 6 часов, ты играешь последний, ты пришел за полчаса, ты вообще не знаешь, что было на вечеринке тогда. Может, он всю вечеринку сопли бы играл, играли до тебя, и песни хотелось бы, чтобы не повторялось. Такое случается, в принципе, не критично, но я когда слушаю, в голове пытаюсь заметить, а, ну, хиты все знают, которые вот сейчас горяченькие, и еще не повторяются. Есть такое непосредственное правило, что если ты используешь хит, нельзя в хиты вставлять, вставлять в свой сэр? Да нет. В принципе, есть... А Влад говорил по-другому, свяжись с нами, Влад. В этот же день не хотелось бы, да. Ты, допустим, ты играешь первой после игры на ассо, и ты взял просто так вот хитами понапихал, все раз, и скислено на ассо, и тут такие понижения, конечно. Окей, ну, в смысле, это его проблема, что он не имеет игровую ссору? Да, Влад. Во-первых, у него как бы недостаточная музыкальная библиотека. Давай мы сейчас Влада позовем так. Давай. Нет, возможно, у него другое мнение, у меня просто... Они могут отличаться. А, хотя тебя же не было в четверг, вот в ноябре. Я был на припати, и я сразу хиты, 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 и после меня Влад, и он такой, пришлось поддерживать. Он за час отыграет сколько песен? 20? Да. Тут 20 хитов, типа, на суки зомбу. Понял, Влад? Что это? Музыки много новой. У нас вопрос в России стоит немножко сложнее с продакшеном, конечно, с эксклюзивностью треков. То есть, в общем, деживе, который сам продюсер, или у которого есть много эксклюзивов, он может прийти, вообще, типа, не думая про него, у меня песня есть, только, которая у меня есть, я вообще никогда не повторюсь, какая разница тогда. В целом, во-первых, можно уйти в другое настроение поменять, там тоже свои хиты есть. Можно, допустим, он отыграл современный Урбан, я, допустим, поиграю какие-нибудь старые хиты, наоборот, там, Креолу там поставлю, чтобы все заревели. Ну, естественно, про Креол говорят. Да, почему-то Креол. Потому что и хиты, и тихлея там, Креолу, это Мико Мэндос, Нельси Фрейтеш, и Элджи, и Бадош, вот это все туда напиханное. Есть хорошая подборка, Old Bot Gold, эти люди тоже. Вот эти, Руэлл, один из, кто-нибудь, составлял, записывал, там, там, а-ля подкаста, там, 77 серий, что ли, ну, это музыкальная, просто, микс у них. Прикольно. со всеми хитами собранные. Придурю. Отыграл хитами. Ну, блин, не знаю. Мне кажется, что, ну, вообще сложно, прям, хитами держать. Хочется разбавлять, хочется нового играть. Да. Ну, раз мы пришли к диджейнгу, а как вот, ты начал рассказывать, и вот, перешли как-то быстро к музыке. Не знаю. Катя пришла, показала оборудование, и что было дальше. Когда ты решил купить, да, да, да. Я в шок, я говорю, я хочу, цементный завод, я, типа, я пришел, она говорит, ну, смотри, компьютер, контрольдер, вот, песни. Песни говорит, собирай сразу, начинай. Это небыстрый процесс. Вот, кстати, где ты собираешь треки? Везде вообще, где можно. Ну, я думаю, основной, мой всегда был SoundCloud, потому что много чего публикуют, там, именно продюсеры, которых больше, типа, нигде нет. Особенно, ремиксы же сложно выкладывать, в связи с правами, на площадках. Их банят бывают. YouTube хорошо рекомендует, всякие сервисы, Dizier, Spotify, Яндекс, Музыка, пожалуйста, они хорошо работают с рекомендациями. Раньше сайты популярные были, всякие португальские, где выкладывали прям... Зайцев нет. Зайцев нет. Португальские. Зайцев точка пяти. Свои именные треки. А? Свои именные треки. Именные? Ну, которые ты сам составил, из земля. Нет, мы один трек делали вот с Лёшкой, диджей Левский, есть, можно послушать его на площадках. Я тебя слушаю. Да, и все. Я, блин, доберусь обязательно в продакшн, вообще, ноль сомнений, когда будет время. То есть, он еще не опубликован просто? Нет, он опубликован. Да? Да, он выпущен, да. Скрусивая, помните? Да, есть, есть. А, есть? Везде, на всех. Да, конечно. Ты скачаешь? Скачаю. Ухо подготовился к подкасту. Бесплатно, без дегустрации. Макс просто в сухую отвечает, слушай. Я очень хочу своим продакшнам заняться, да. Да, есть свой партнер с тобой. Да, да, да. Ну, просто, знаешь, говорят некоторые партнершки, кто танцует, блин, он не так музыку слышит, как я, я хочу вести, а он не так делает. Я такой, я, блин, я хочу свою делать. Да, есть такое. Так, когда ты купил свой контроллер и вообще начал заниматься диджиингом? Давай, я тебе точно это назову легко. Дайте мне только, короче, капец, он нас просто херачит, он как это, два неусович, сейчас еще список пидорасов достанет. Организаторы. С кем не работают никогда. Этот организатор должен мне столько. Блин, 14 мая 2019 года. Круто. 14 мая 2012. Первый раз я отыграл. Получается, ты в 19 начал и в мае там полгода, да, это было? Начал учет. В мае. Почему это? Он сказал, что пиджейком начал заниматься в 19 году. Так. И вот в мае... Про танцик меня спросил. Ну да, значит, чуть пораньше. Но я точно, нет, там не кажется, знаешь, как было, что я... вылез из кадра. А ты любитель же необычных поз. С кем на голову ты вот так вот сидишь. Кто? Я бы вот так бы сидел, на самом деле, если бы. Разве вы позвали. Да, да, да. Это... что примерно... Я начал танцевать раньше и примерно в одно время началось мое преподавание как карьера преподавателя и диджея примерно. Вот 14 мая 19 года в студии, которой я занимался и преподавал в Санкт-Петербурге у Бориса Эйчи, была кафешка с соседней дверью просто от студии, такая маленькая. И он там делал вечеринки. Он говорит, давай, типа, пора начинать. Это было очень стрессово, я помню ее не думал. И он говорит, 45 минут играешь. Я говорю, как бы продержаться. А потом приходит, говорит, а поставь мои песни, я тебе сейчас по аэрдропу скину. Закрыть туда-сюда еле дико. Где включается аэрдроп тут? А ты представляешь, у тебя там в башке такие процессы. Я с Димой работаю, так что это по бачате. Он говорит, поставь вот эту песню и все. Но бачатникам немножко легче. Сейчас я уже научился вообще, поставь трек, скинь телегу. Я могу там интернет себе раздать, с компьютера подключиться, скачать, воткнуть. А тогда для меня это прям было... Да. Ну там сейчас... Да. В ноябре был. Гесс, уходи. Гесс, они там... Ну прям, чтобы спорили, нет, можно договориться. Бывают конфликтные ситуации, что диджей такой «Я хочу еще!» У тебя, бро, типа... Это если нет расписания, даже если есть. Даже если есть. Ситуация есть, когда можно договориться, в принципе, и когда, наоборот, мне хочется. Но я как-то поспокойнее сейчас стал относиться. Недавно было, там, диджея в Prime поставили в расписании последний день. Один день он играл в Prime, типа, последний день. И на его долю выпало вести шоу-программу. Он, по сути, ничего не отыграл. Он говорит, типа, я поиграю? Я говорю, да, играй, конечно. Все, понял. Вот ты играл с Гессом, да? Да. Какие впечатления были? Прекрасный, отличный человек. По-другому же отличал. Второй дубль. Да, я слышал, что я не завищу от него, он от меня, не знаю, хорошо. Прасло, спроси. Ты что? Как играл с Асалом? Прекрасно. Он применял меня на его любимые песни, я помню. На казахстане, что там, с Аонгазом, да? Или что? Нет. Love on TT. А, love on TT, да. Казахстан говорит, я сейчас с нее зайду, это будет разрыв. А ты хоть в Глазбе звать? Нет. Ладно. С ноября... Когда с Аоной садился, да? С ноября мы сняли четыре подкаста, во всех подкастах он про это говорит. Так что, спасибо тебе, Макс. Ну, там сегодня играть. Просто Макс, такой, шоу, с Куревич, с Ваттуром такие, Асул зашел, он говорит, да, залетел из Вазелина. Да. Так что... Ну, я понял, что, в принципе, это не так бы казалось, а танцоры, мы сидели там, наверху общались, а они говорят, о, Асул встал, типа, наваливает месяц просто. Они, наоборот, порадовались. Кстати, вот, не говоря о твоих личных качествах, вот, допустим, ну, мы лично меня, ты раз ты не оказался закрытым человеком. Да, не только тебе. Не только тебе. Ты такой же человек, который открывается постепенно, да? Потом мы с тобой подобщаемся. Нет, скорее, там были такие ситуации, что стрессовые. Да нет, у вас не было. В прошлый раз? Стрессовые ситуации? Да нет. Нет? Ну, то, что я только... То, что я ударил, нет? Охранника. Не, не, это у каждой писателя происходит нормально. Ну, как обучится, но в целом, это нетроверт. Да нет, это не так, слушай, просто я, я, наверное... Не, не... Слушай, а, во-первых, ты не обманешься, что это нормально. Не, не, знаешь, бывают люди, подходят к тебе и... Вот я, типа, не такой. Просто если... Я предпочитаю общаться, во-первых, я слушаю больше, наверное, но и попиздеть люблю, как оказывается. Ну, когда ты кажешь, ты научишься, ты певарент, вот ты... Ладно. Задился. Один в ноле. Я нормальный. Я футболку себе сделал, я люблю общаться, там написано сзади. Потому что, говорит, типа, мне одна девочка, говорит, я не смогла тебе в Москве подойти, потому что ты такой суровый ходишь, а, говорит, нормальный, разговаривать умеешь. Слушай, нормально, но с Москвой тоже. Он серьезный, кажется, да? Он не кажется, нет. Он такой веселый, видишь, ты его узнал-заврид. Пойди, пушь, мой говори. Поэтому это нормальный, я сам при этом, потому что, тебе интервирующийся ответственно, когда я человеку узнал ближе, уже больше не плакаешь. А Серега, это вот он всегда э-э-э-э-э-э... В рубах парень. Сразу, сразу. Сразу видно, когда очень много сидит разговаривает. А! Дай ему задать что-нибудь, давай. Не заткнуть просто. Так, и? И вот. И вот, собственно. А ты все хочешь, Я myślę довести, да? Он отвечает за сюжет, мы отвечаем за вот эти всякие. Поржать? Да. Какой твой первый пульт был? Я играл на тракторе, трактор С2МК3, или С2МК2, двухканальный. Тракторёнок маленький у него, аналог 400. Белорусский трактор? Да. Не заводится. Я тоже не понимаю. А, в смысле, да, я понял. Я тоже не понимаю. Я понял. Серата, Пионер, понятно, да, софтин. И трактор есть тоже, у Neted Instruments своя контора, которая делает... Сначала у тебя был МК как культ, а потом ты давал МК на фест. МК2. Не путай. Да. Мне достался катинг-контроллер, с которым я ездила по Европам. Прикольно. Писхунку начал переходить на более продвинутую версию контроллера. Потом я подумал, что хочется немножко уменьшить в объемах его, потому что его сложно возить с собой. И на регулярке очень тяжело таскать всю эту фигню. Я по Москве перемещаюсь чаще и на ногах. И там такой чемодан практически походный у меня был. Это, кстати, фотка, которая стоит сегодня на аватарке на... Да, да, вот эта огромная бандура. Больше меня... Чтобы это не было. Да, имеется фотка поедет. Это RX, там, четырехканальный большой контроллер. Практически, да. Только не машина. Получается, ты начал диджеить в 2019 году? Да. Начал преподавать в 2019 году? По-моему, да. Я вот в этом... Каждый раз... А красить ногти когда начал? В 2020, наверное. На русский язык, мне кажется, каждый раз. И это что-то лечебное или просто? Там грязь. Наша, московская. Я уже знал, что надо красить ногти. Ногти, ногти, ногти отбиваются. Блин, мне нравится, что вы, короче, меня в России уже задолбали этим вопросом. Но, типа, здесь теперь первый. Ну, в Казахстане мы первый. Да, не первый. В Казахстане диджеят, играют, отбиваются ногти. И поэтому... Да, мы же вот так играем. Пионеры, это же пионеры. Да-да-да-да. Да, надо было одни белые сделать, чтобы клавиши были у меня на руках. Прикольная мысль. Вчера в кофейне Борис сказал, о, прикольные ногти. Думаю, в России мне бы уже сто раз пошутили про то, что у меня рояль упал на руки. Шутка. Нет, у нас очень хорошо относятся к меньшинству. Так что... Нет, это получается часть стиля. Хорошая для меньшинств получается. Это часть стиля. Да, это просто мне нравится. Не знаю. Мы сидим, когда разговариваем на фестивале. Многие сразу даже не замечают. Я там два часа на припаде сидим. Говорят, смотрите, что покажу. Я тебе говорю, о! Нифига себе. На руке ногти. Ну, я вчера заметил, когда ты такой, можно меню? Да. И я такой... Афу предлагал на подкаст, там твои ногти покрасили. На ногах! И Серега говорит, потом Улла поехал на стрельце. Такой сиз. Может, как-нибудь так сидеть. Может, не видно будет. Он такой, Улла, покажите нам какие-то отчеты. Он такой, да, сейчас. А у меня лапки, смотрите. Прикольно. А ты где-то там делаешь или сам? А ты где-то там далеко. За горизонтом. Капец, он просто нас в сухую херачит без вазелина. Я не называю это интровертом. Знаешь, почему? Потому что привыкли думать, что интроверты – это люди, которые непривычно в компании. А там надо смотреть, как человек восстанавливает силы. В плане восстановления сил я интроверт. Мне надо быть не в компании людей, чтобы восстановиться. Я дома один сижу за компом, ковыряюсь, сплю, просто да. Но я нормально себя чувствую. Интроверты – это люди, которым некомфортно в тусовке. Интроверт – это человек, который оттрачивает энергию в обществе, приходит домой и заряжается. А экстраверт, который дома наоборот тратит энергию, приходит в общество и заряжается энергию. Я так понял, что не совсем. Интроверт тратит ее где-то и заряжается один. Интроверт тоже может тратить в тусовке, но просто, чтобы восстановиться, нужны люди тоже. One hour late. Интроверт – это… Я не понял, Макс – интроверт. Я продолжу, Макс – это… Ладно, забираю в школу, ладно, ладно, все. Какой у тебя был пульт, да? Я хрен не знаю, не помню. Мне кажется, уже… Возможно, уже микшер седьмой, возможно, нет. Окей, твой самый любимый пульт, который бы ты хотел. LG. Мне устраивает вполне. Может быть… Какой у тебя? DJMS7 сейчас. Можно на 11 поменять, чуть постарше модель. Сам микшер. И я все-таки хочу закупить себе в ближайшем времени где-то вертушки. Как у Арти? Да, что-то типа того. Оранжевые у него. Если на виниле. У меня голубые, синенькие. Он Арти Нансерата играет. Я на рекорде. Я на голубых боже. Либо цифровые деки, да. Кстати, ты знаешь, что Арти стал отцом? Нет. А уже стал? Он стал отцом. Или станет? Стал отцом. Так что поздравляем, Арти. Вот недавно с ним Арти, блядь. Видишь, да, кто друг Арти? Да все, просто. Очко. Разговаривали с ним недавно, вот, в Питере. Я запомню это вопрос. Говорит, не планирую возвращаться. А он сказал, что он там приедет. Куда? Ну, типа через год, пока ребенок там. Ну, это не скоро, конечно, да. Я не помню первый выездной фестиваль. Я даже не помню, что это было. А европейский, может? Европейский дополнительно. Что там, Франция, Голландия. Потихоньку с крипто этим становится, да? Я не так много был по странам не российским я был. Где в этом... Ну, у вас я был. И на Кипре был я. Там фестиваль делали. Ну, тоже российские оргии иногда делали. Так что я такой... Не европейский, получается. В классическом понимании. Кстати, вот мы разговаривали с Алсом. Тоже много вопросов, почему Казахстан везет артистов европейских, получается. Хотя российских, казалось бы, ближе и дешевле привезти. И скажи, это наконец в эфире. Я всем, кто спрашивает, буду ссылку давать на это интервью. Имеется в виду, почему мы не зовем российских? Да, да, да. А ты что тут здесь делаешь? Нет, я стараюсь звать. Я помню, что ты сказал, что у тебя ценник одинаковый. А, это было в прошлом году, да. Ценник был одинаковый с Москвы до Алматы и с Парижа до Алматы. Там стоил 250 или 300 тысяч. Перелет на минуточку, что ли? Да. И плюс зарплата там чуть-чуть. И имеется в виду, и там стоит, типа, выбрать там, не знаю, Стефания Лима и так далее. Шарка, условно. Или кого-то. Не будем говорить. Васю из Москвы. Да, и вот. А, сейчас уже вроде все устаканилось, вроде все нормально, да. Так что жду крутых российских диджеев. Открыты вы для коммуникации. У меня уже в списке есть Марианна. Люди мои присылать? Да. Тебе на почту. Можно резюме присылать. Кого-то посоветовать? Вот. Окей. А у тебя есть топы? Московские диджеи? Меня не надо спрашивать, я не отвечу. Московские диджеи, команд спонс, Сокуревич и Артеман. Нет, нет. Блиться, я говорю, вопрос. Даже вы поняли. Есть. Есть представители. Но топы только российские. А, все. Тогда назови вот лучших российских. У тебя никаких ограничений нет. Просто это слишком кажется мне некорректным просто. Потому что я в сфере в этой. Можешь всех назвать? Я могу всех назвать. Вообще всех. Но имеется в виду, например, я не знаю вас троих, плюс Мариану знаю. Диджеи Лана. Угу. Хочешь спросить, с кем мы ему познакомимся? Да, в будущем, чтобы, например, поработать. Сейчас вот, например, отрекламирую. Диджеи Ди знаю. Угу. Я тебе напишу, ладно, на списку? Бабаян. Бабаян. Улан. 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 Так это же она, нет? Диджеи Лана. Кто? Света Булгакова. Да, Лана. У тебя я смотрел, что демка под ее трек. И у меня тоже в сторис там демка под ее трек. Список выложу. Да много кто уехал еще. Видите ли. Артур очень любил, как играет. Раз уехал. Ну, Артур и да. Эх. Эх. Минута молчания. Ну, дальше по сюжету, да? Так что там с пульта? Блин, не знаю, мне кажется, Сюжет куда-то заходит там в тупик, мне кажется. Я не помню вообще про пульты. Да, мне кажется. Теперь давай. Преподавание может? Нет. Ну, ты же танцор. Да, да. В первую очередь. Да. В первую очередь. Кстати, последний вопрос про диджеи. Хороший вопрос. Не знаю. Последний вопрос про диджеи. Я позиционирую себя как танцор сначала. Хорошо. Многие спрашивают, я хочу начать диджеить. Я очень хочу, с чего начать. Я говорю, плейлисты собирай. Да, хорошо. Начать разбираться в жанрах неплохо было бы. Что дальше делать начинающим диджеям? Совет от диджея. Если сильно хочется просто в ютубе вбить. Как стать диджеем? Как стать успешным диджеем в Kizombia? Можно диджеить даже без контроллера теоретически. Сводить просто на компе. Это прям если у вас есть жгучее желание. Если хочется прям что-то пощупать железку какую-то. 400 и дидиджеи 400 и пионеровский. Работает практически со всеми софтинами. Если не работает, то можно замапить кнопки. Если мы хотим пощупать железку через машину. Можете терять. Ты дома, Макс. Ваше личное дело. Я не осуждаю вас. Тут хорошо относится к меньшинствам сказали. Он обеспечивает все базовые. Закрою все базовые потребности. Ты на чём играешь сейчас? В данный момент на нервах. А вообще в целом Ньюморк. На Ньюморке. Тоже какой-то дух? FX. Ну или что-нибудь такое простое. Есть у Serato там. Сб2 или что-то такое. Изоблоки называются. Короче, онлайн 400. Прямо недорого стоит. Садитесь там. На ютубе есть, мне кажется, много серий уроков, как начать там. Про засведение, про эквализацию, про крутилки, вертелки, пищалки и тыкалки. Куда жать, чтобы ещё начать. Ну в целом там всё несложно. Нажал кнопку play, оно играет. Нажал кнопку play на второй деке, оно играет вместе. Да, куда правильно гнуть руки и пальцы, чтобы закатывало. Такой прикол с Гессом. Когда он запросил оборудование, я говорю, есть альтернатива. Я не помню, чей-то написал из наших четырех. Он такой написал, поркат его что ли, что-то такое бедняжка. Хорошо, что я свой не написал. Он там, наверное, вообще обосрал и сказал, я не приеду. Я помню, пытался на моём играть, но не зашло ему. Просто привычки сильные в этом. Так мы же ему взяли оборудование. Или просто хотел попробовать? Я чуть не помню. Взяли его, да? Кстати, в продолжение этой темы. Сколько стоит стать начинающим диджеем? Сколько стоит? Нисколько. Нет, имеется ввиду оборудование. Нисколько? Ноутбук есть тебе? Всё, пожалуйста. Батчата диджеи с ноутбуком приходят только, например. Нисколько? С телефона можешь включить. Да. Я же начинал с этого. Просто песни набирал, наброс. Ладно, не начинающему. Начинающему? Начинающему? Начинающий сведник. Вот ты уже начинаешь... Но тебе нужен ноутбуку контроллер, который стоит в районе сейчас 15 тысяч... Прям такой... Хороший срок. Рублей. 80 тысяч. Опять надо умножить. Да. Так я и начинал. Я за 80 тысяч. И всё, да? Для начала этого достаточно? Ну, наушники там, какие-то любые затычки возьми, пожалуйста. Втыкаешься. Я надеюсь, у вас так, да? Когда ты приходишь, там есть колонки. Бывает так, что нет, на самом деле. Приходится туда договориться об аренду брать свои, привозить. Но чаще всего есть. Просто да, втыкаешься звуком в колонке и всё. Ну, то есть минимум это где-то 80 тысяч, 200 долларов, грубо говоря. Да, типа то. Ну, прям. Вопрос не имею. Мне кажется, порог вхождения минимальный, очень. Даже, мне кажется, сейчас за хороший подбор музыки тебе простят даже косяки многие. Многие. Этим я и беру. Вот. Такой. Это тоже секей, ё-моё, вы чё. Это тоже, мне кажется, частая тема такая в диджейских чатиках. Почему, типа, европейские артисты так фигово сводят? Типа, мы же не хуже. Такие, наверное, недоценённые гении. Да, да, да. Мне кажется, это предзяты с людьми в целом. Мне кажется, европейцы, они ещё к СНГ относятся. Ну, предзяты. Может быть. Но, в целом, как бы мы слышали, действительно и хорошие, как все люди, и хорошие сведения, и плохие сведения, и плохие сведения. У всех есть, никуда от этого не деться. Мне кажется, во-первых, люди просто кайфовать больше умеют. Просто, типа, блин, классный музон, типа, там танцуем. Вот такие немножко задротики технические. Ну, мне кажется, европейцы берут тем, что у них есть свои треки. Который один выстрелил. Тоже. Всё. Только из-за одного трека. Например, вот я про Гесса узнал из Without Me. Ремикс его. Наверное. Наверное. Я такой, да, смотрю, вау. Давай я его позову, и всё. Хотя, когда он сводил, блин, мне тоже понравилось. Это прям было прикольно. Ну, такой разносторонний. Да. Много всего отыграл. Ну, он в основном с Альсарес, оказывается. Да. У нас в Вспании даже, да? Да. Так что, вот. Так, по сюжету у нас теперь будущее. Сильная диаспора экзамбической Вспании. Какие планы на будущее? Какие планы на будущее? Покорять мир. Мировое турне по всем городам и селам. Кем ты видишь себя через пять лет? В вашей компании. Да, да, да. Где ты ставишь? Ну, да. Ну, хотя бы начальником отдела. Да, это несложный вопрос. Не знаю. Что вы понимаете в будущем? Ты сейчас занимаешь только диджейнером и тренировку, да? Да. Ну, в смысле, всё моё время танцами занято. Глубально. Либо это фестиваль, либо это регулярные вечеринки диджейства, либо это какой-то мастер. А ты диджаешь какие-то не кизомбовские мастерства? Ой, был у меня такой опыт, но мне очень понравился. В принципе, я могу, у меня есть музыка. То есть, если посмотреть, подписывайтесь, ставьте лайки, там, телеграм-канал, там есть куча миксов прикольных. Я выкладывал туда недавно миксы, R&B solo, миксы электронной музыки. И они, блин, набирают реакции и ответов больше, чем кизомбо, что удивительно. Там люди говорят, ой, там под твой микс, ого-го, вот этот R&B. Я думаю, блин, так бы вы с кизомбой, конечно, делали. Ссылка будет в описании. Там чувак один массажит, говорит, да я массаж под твой микс делаю постоянно. Ничего. Простата, да? Серёж, привет. А, он тоже, Серёж? Да, прикольно. А в какой момент ты ушёл в верстание привода? Не знаю, как-то я приехал, когда в Петербург, искал просто работу. В общем, был офигенный период, у меня я приехал в Петербург, не работал когда. В Петербурге можно кайфовать, жить прекрасно, всякие мероприятия посещать. Я ходил туда по музеям, блин. Рабочие люди обычно так не делают, мне кажется. Сидишь и работаешь просто. Вот все, да. Просто как тебя это рассмешало музеем. Ну, это не хорошо. Суперкультурный город, да? Или есть такой стереотип? Суперкультурный? Да, культурный, да. Красивый. Да, красивый очень. А сейчас ты в Питере, не в Москве? В Москве. Вот, как ты переехал в Москву? Подожди, ты прыгаешь, что? Следи с сюжетом, в конце концов. Просто я искал работу и это... Там была вакансия, я понял, что я могу это делать и пошел в работу. В Москву я переехал, потому что я понял, что Питер тоже немножко себя изжил, что ли, не изжил. Короче, если говорить про развитие Кизунба, я уже оговариваюсь. В России это Москва, конечно, двигатель всего. И она географически удобнее для перелета всех. За Питер немножко там. И сообщества, наверное, больше, да? Да. Да. Прикольно. И туда и артистов раньше больше привозили. Просто через Москву все летели. Питер такой... Люблю Сорн Питер. Блин, вот я за этот месяц буду там три раза. Чем месяц. На разных мероприятиях. Не отпускают меня. Что, разбавим энергетикой? Блиц от УЛАНа? Да. А можно отвечать, если мне вопрос не нравится? Ну... Ну ладно. За один неправильный или неотвеченный ответ будем просто стирать лак с пальцами. С одного. А там сколько вопросов у меня есть? Десять. Разминка. Хип-хоп или попса? Хип-хоп. Диджей или танцы? Танцы. Питер и Москва. Москва. Урбан Кис или Тарашо? Урбан Кис. Дезюр или компа? Дезюр. Давай так. Топ-3 диджея в мире. Мировых, а потом дезон. А, мировых. Я не слежу за мировыми тенденциями. Ну, я типа знаю, типа там, не знаю, какой-нибудь Пол Ван Дайк, там, Диджи Гетто. Диджей Снэйкс. А, и Снэйк. Снэйк. Да, Снэйкс наш. Я их путал раньше. И Ман Бека знаешь? Нет. Роуз. Мировых. Мировых. Можешь назвать Пол Вис? Да, я больше могу, в принципе. Мои любимые. Пингуса, Валет, Стефанио. Руэлла, кстати. Он у меня очень впечатлил в фильме. Можешь даже разделить. Давай так. Тот три, которые вот именно мучают. И тот три, в которых отдельно треки. Их хиты. Ты продюсеров хочешь от Диджеев отделить? Да, да, да. Ты можешь... Они где-то, опять, что этот чувак, кто один и так, и в том, и в той. Ну, допустим, в Диджеев мы выяснили. А продюсеры... Каких жанров тоже надо думать? Фиг знает. Ну, не знаю. Найс Лайв какой-нибудь там... Представь, допустим. Ты будешь танцевал? Типа раз, его трек. Шарк какой-то. Я не знаю. Эдгар Домингош классно пишет. Шарк. Сейчас хорошо. Бэк Скайл. Нравится ему, что делать в музыках. Топ-3 партнера и топ-3 партнерши. С которыми ты танцевал. Мать моя. С которыми я танцевал. Вообще любые, 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 да? Может даже из Москвы. Даже из Москвы. Даже из Казахстана может выбрать. Ладно, из Казахстана даже. Да. Так что... Может быть. Может быть. Слушай, из московских. Оля мне нравится очень, Крючко. Неудивительно, что она скоро придет. Да. Мировую известность уже получила. Мне понравилось танцевать с помелитой. В которой Ода раньше продавала. Очень такой открытый, добрый человек. Да. Ну да. И приедет скоро. Да было. А мы в Москве несколько раз была тоже. В Петербурге не было. Наверное. Партнер... Не знаю... Надо подумать, будет спросить меня попозже. Стефи, Стефи, Моргана. Сморгана не танцевала, кстати. Не знаю. А партнёры? Мне кажется, сейчас я думаю про партнёров и отвечу про эту мысль, особенно про звёзд европейцев. Партнёры мне с Трезером очень понравилось танцевать. Одди классный внутри и Альбюр. А, ты с теми, кто танцевал? Да, да, да. Что-то пошло не так. Трезер выше тебя? Да, выше меня. Огромный просто. Давай так про внешний. Про что? Те же самые будут, на самом деле. Поэтому так и было интересно с ними потанцевать, потому что они очень круто выглядят. Одни роли Трезера? Да. Так вот, сейчас прервём Блиц. Мне кажется, просто для артистов, кто очень много ездит и мировые, очень уже стало это насыщенным и как будто мне их нечем удивить. Как будто не о чём говорить и там всегда такое. Это и работа, я понял, что они тоже устают, что они тоже люди. Так что прям кто-то кайфовал. Вот я, наверное, по этому поменю-то назвал, что она прям кайфовала. Там танцевали, я помню. Я такая... Узбалась. Хотя у нас... Многие волки остались, они говорят, что это был лучший поезд. Да, да. Я слышал такое. Вот я помню, мы танцевали и с Софией, и со Стеф в прошлый раз. Мне показалось, что они немножко уставшие были. Может быть. Чтобы кайфануть. Может быть. Ну, мне кажется, это и от этого зависит. От настроения, которое было в тот момент. Потому что с Памилито я танцевал, что-то не зашло. Я не знаю, почему. Хотя у нас одинаковый рост, да? У меня дискомфортно было еще. У вас одинаковый рост? Хотя у Води тоже. А с кем? С тобой. Я думал, что мы... Когда она успела вырасти. Она маленькая, да. Лиденькая вообще. Ну, прикольная. Разрешается продолжить. Да, да, давай, давай. Один, один. Главное качество дуджея. Как можно подумать? Сказать? Открытоты. А что обучается? Думать. Слушать. Что было раньше до тебя, как врали. Смотреть на танцпол, а не на ноутбук. И готовить библиотеку заранее рассортировать по жанрам, по настроениям. В процессе бывает запарно сложно идти. Дисциплина, да? Да. И четвертый технический навык повышать. Окей. Извините, что четыре. Давай, твои любимые хиты икизомби. Господи, они каждый год меняются, я не знаю. Могу взять ноутбук и посмотреть, что я играл чаще всего. Ну вот в данный момент сейчас. Не знаю, много всего. Этот... Приэта Шоу очень крутые выпустил сейчас треки. Джамайка, любимый мой. Это был последний. Ладно. Трабаляр. Три пункта, которые тебе не нравятся в организации во время феста? Ты один из хэтлайнеров. Не нравится? Да. Вот что тебе не нравится в организации? Ну, из твоего опыта. Первый пункт, ассол, да? Можно по именам? Когда, не знаю, мне кажется, нет какой-то четкой определенности. Ты приезжаешь и не понимаешь, что тебе делать просто. Я же говорю, он про меня говорит. Поехать. Не, ну тут у тебя концепция такая. Я понял, что придерживаться можно концепции, там там расписание есть. В целом бывают ситуации, ты в аэропорту уже и... Так, все, все, стоп. Так? Можете поговорить, я подумаю тогда пока. В аэропорту и не понимаешь, тебя куда-то встречают, не встречают, что тебе делать, куда-то бежать. А, я же тебе не сказал, что тебя встречают, да? Да, это я знал. То есть тебе важно, чтобы все было от человека расписано, чтобы ты понимал, что ты делаешь? Да нет, просто, ну не знаю, какой-нибудь... А, кстати, про европейские гастроли в Минске. Ты приезжаешь, допустим, в Минск, у тебя перестает работать интернет, сотовая связь, там местное все. И ты, типа, тебя никто не встречает такой, ты и без интернета, без связей такой, и без денег местных. И в Казахстане? В Казахстане, наверное, также со связью с интернетом, в принципе. Ну вот, вы стояли с табличками, с огромной моей рожей, там сложно промахнуться. Забрали. Ну и последний вопрос. Поставить на БАТ и по Урбан Кизу или Кизу? Гениальный ответ на этот вопрос. Ты вчера озвучил. Хороший танцор танцует под все стили. Павел, 2-1. Вообще, я помню, да. Мне кажется, надо просто объяснить людям, которые смотрят. Да, но все равно давай просто. Да, вкратце объяснили, да. В ноябре был батл, и Манс был диджеем. Там Никки Зомбе был, я ставил. Вообще, изначально было заявление, что будет батл по Урбан Кизу. Да, по всей игре. Только Урбан Киз. Ни сэншу, ничего. Прямо дело, что люди готовятся и готовятся по твоему направлению. То есть, подстраивать свой мозг, подать Урбан Кизу. Ну и в финале просто Валат пришел к нас. Давай второй раунд Кизомбу поставим. Ну и как бы, окей. И в итоге в финале... О, проиграл. Его поэтому так тригериз. Вот ты забрал твой кубок, да. Он просил поиграть Кизомбу, но я переспросил на него, ну, хочешь ты действительно, чтобы я Кизомбу поставил. Ангольскую. Либо что-то другое ты имеешь ввиду. Он сказал, нет, можно где-то Зук поставить типа Элджи. Я так думаю, Валар очень Элджи любит. Чтобы посмотреть на музыкальность, потому что говорит Урбан, это уже... Нет, на самом деле это шутка, ребята. Я считаю, что если проигрывать Кизу, то есть нужно будет на косточном вооружении. Поэтому все. Есть правила. И напоминать, есть... И напоминать каждый подкаст. Действительно, есть, да. Это момент. Я тоже не готовил ни где-то Зук, ни Кизомбу, никакой в папку для баттлов. Там был только урбанистическое... Ну да, это нежданчик. Поэтому мораль такая. Ребят, ребята, умейте немного стойно поражать. Но старайтесь выиграть. И там даже не так все было плохо. Потому что один выход под Урбан был, и второй выход был той же пары под ГТЗ. Да, но я был свидетелем, потому что он мне передал. Да. Так что... Близ закончен? Да. Пожелай, пожалуйста, нашим казахским танцорам, странам СНГ вообще в целом. Мне наболело после прошлого фестиваля. Я хотел высказаться где-то. Вот этот момент настал. Да-да-да. Я очень люблю общаться. Но на последнем фестивале, когда я работал, слишком много этого было с вопросами. Я не хочу занудой прозвучать очень сильно. Прям сильно отвлекает, когда я стою. Надо понимать, что диджейн, который работает для меня, я не готовлю плейлист никогда. У меня нет схемы, что будет играть. Я каждый раз думаю. Ищу, бывает, слушаю, что играет. И когда у вас там человек подходит, а что там, кто после тебя играет? То есть мне надо отвлечься, вытащить наушник, послушать его речь. Или куда-то говорить, а что ты не пьешь сегодня? Типа, давайте налью схожу. Типа, мне надо переключиться на это, на все. Подумать, что это, во-первых, это вопрос, который может подождать, пока я закончу. Типа, не наседайте с таким вопросом. Можно там попадать и говорить, привет, классная музыка. С другой стороны, это тоже можно потом сделать. В процессе мне нравится больше с танцполом коммуницировать, чтобы они там бежали, пищали, махали руками, чем с кем-то рядом. Так на этой я оптимистичной ноте. Я все еще люблю общаться. Я тоже что-нибудь пожелаю. Ну, мы пожелаем успехов в твоей карьере. Спасибо. И в диджеисте. Я вам сейчас еще сам нажелаю тут. Подождите. Как мы видим, ты идешь в правильном направлении. То есть, ты востребован, тебя приглашает, подаешь. Все очень круто. Поэтому тебе успехов, чтобы у тебя все получилось в этой жизни. Спасибо. Очень люблю приезжать в Казахстан. И очень люблю, как вы выстрелили. Мне кажется, мы с тобой ездили в прошлый раз. Мы с тобой разговаривали. И в чем ваш секрет успеха? Почему вы так быстро поднялись? За два-три года никто не знал в России про Казахстан. Просто я, Улан, пришли и все. Да. Потом мы приехали на фестиваль. И кто-то третий из каста. Я исключаю Сергей. Нашего имя, кстати. Он Сергей, конечно. Кстати, Сергей Тен. Наш лидер. А Сергей такое типичное казахское имя. Да, он же казах. А, кстати, ты думаешь, что он казах? Нет, я думаю, что он Сергей. А, все. Сергей казах. Вип-казах. Мы думаем, что все Сергей казаки. Сергей и Андрей. Желаю не избавлять вам темпов. У тебя амбиции на Олимпиаду завоевать. Кто сказал? Улан опять стал. А что нет, что вы ездили уже? Ну, хорошо, да. Какая-то секрет, как будто бы на Олимпиаде участвовать ездили. Так что вот. На афише в России написано «Участник Олимпиады Парижской». Он специально залетел, чтобы в афишку написали «Участник Олимпиады». Пойдем быстро потанцуем. Все. А я тоже в Олимпиаде участвовал в школе. Я могу вязать. По математике. Участник Олимпиады. Не по-русски, конечно. Круто. Только вперед, не избавляйтесь. Хочу на занятия попасть. Можно мне к кому-нибудь сходить? Все, обязательно устроим. Кстати, в воскресенье можешь к нему сходить, да? Не надо там диджейить ничего. Договоримся. Там надо, если диджей со своей колонкой, то... Слушай, организатор мой друг. Я с ним договорюсь. Хорошо. Так что нормально. Гость наш. Его встречаем. Так, все. Макс, большое тебе спасибо, что пришел. Надеюсь, очень хорошо проведешь время. У нас... Скулы болят уже улыбаться. Мне кажется, ты давно так не улыбался, да? Да. 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 Мне все дали. Ладно. Ладно. Забирай. А что ты подразумеваешь под интроверта? Я смирился уже. Ладно. Дай забег. Все. Ладно. Спасибо большое. Спасибо вам. Было круто. Всем. Окс. Уф, можно покурить колен. Ула. Ты просто край сидишь. Кстати, мне кажется, он уже за тобой. Можно поссать. Ё-моё. Ты знаешь, что камера сейчас снимает? А, да. То, что не вошло в эфир. Сначала лидеры, да? Да. Держи, лидеры такие. Там кориан. Ух, ух, ух. Ух, ух.